Отчет о деятельности Великолинской ЦРБ реализуется на территории Российской Федерации в Великолинской области Великолинского района программа модернизации здравоохранения. Первой задачей программы модернизации является укрепление материальной и технической базы учреждений, это проведение капитальных ремонтов. У нас в 2011 году было проведено 4 объекта ремонта, освоено 56 миллионов рублей, экономия была 2 миллиона рублей. На 2012 год капитальные ремонты продолжены, на сегодняшний день это поликлиника и лечебный корпус на общую сумму 18 миллионов 600 тысяч рублей. Экономия составила в процедуре торгов 1 миллион 100 тысяч. На сегодняшний день работы находятся пока не завершены, но до конца года будут завершены. Вторая задача программы модернизации это внедрение современных информационных технологий здравоохранения. Великолинское ЦРП является тут одним из лидеров области. Был выигран у нас гранд-проектер в области, приобретено 70 единиц техники, 30 принтеров, программное обеспечение на 10 миллионов рублей. На сегодняшний день локальная сеть у нас состоит из 120 пользователей. В медицинской информационной системе у нас сейчас активировано 22 944 электронные амбулаторные карты. Это больше, чем численность нашего района по населению. Это за счет иногородних жителей. Собрано информированное согласие о прикреплении к обслуживанию Великолинской ЦРП 15 144 человека. В стационаре создано около 2500 историй болезней. Количество записей через электронную администратуру у нас составило почти 23 тысячи. Это через интернет. Через регистратору 97 тысяч. Через Центр технического обеспечения, это полцентра, на органальной телефонной протестации заработления, 240 записей. Вопрос, который всегда вызывает огромный интерес, это репутное лекарственное обеспечение. Могу сказать абсолютно уверенно, что этот год по обеспечению лекарственными препаратами является объективно лучше, чем все предыдущие вместе взятые. В 2012 году отпущено лекарственных средств по 1,5 тысяч рецептов. В основном 3 миллиона 300 тысяч рублей. И на отсроченном обслуживании находится всего 82 рецепта. Это по федеральной и региональной. Отпущено 5600 рецептов. В основном миллион 400. Отсроченное обслуживание всего 70 рецептов. У нас ежедневный мониторинг налажен с аптекой «Революция Горько-Лекарского». В 2019 году освоено более полумиллиона рублей на дополнительное питание беременных женщин и детей в возрасте до 3 лет. Здесь также замечено увеличение количества выливаемого питания. Всего обеспечено питанием сумками 137 беременных и 86 детей. Произошло объективное увеличение заработной платы медицинского персонала. По врачам, здесь учены только врачи, оказывающие стационарную медицинскую помощь. По сравнению с годом, когда не было, программ организации, когда она сейчас действует, увеличение на 25%. По среднему медицинского персонала у стационара 28% увеличение. По поликлинике увеличение произошло на 36%. И по среднему медработникам увеличение по поликлинике на 31%. То есть это может говорить о том, что программа модернизации действительно работает. И свою задачу, одну из основных, она выполняет. С введением программы «Земский доктор», с введением единовременной докладки врача в общей практике, удается привлекать врачебные кадры. Приехало 4 врача, все они обеспечены жильем, все специалисты получили подъемные региональные 50 тысяч рублей. А врачи-терапевты, которые на село приехали, они получили еще доплату 1 миллиона рублей. И вот немного хочу остановиться в вопросу, который сегодня я прозвучал, по стимулирующим выплатам ежеквартальным, которые у нас тоже идут в рамках программ модернизации. То есть работали хорошо, появилась сумма в размере 700 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, что это стимулирующая выплатка, это не премия. Эти деньги выплачиваются по выполнению критериев. По проценту флюорографии на участке, по случаям онкозапущенности, по выполнению плана посещения, по работе с электронными документами, и так далее, и так далее. У кого выполняются эти критерии, доплата составила большую сумму. У кого не выполняются, тем меньше. Поэтому уравнилотки никакой не будет. Это стимул, то есть необходимость заставить работать лучше. У нас есть критерий, где учитывается образование и категория. Это тоже стимул сдавать на высшие категории. Высшая категория, значит, качественные доходы на высшие. У нас есть ряд проблем, которые мы хотим устранить. И сегодня от нашей ремонты, которые растянулись, очень большой объект. Действительно тяжело. И пациентам, и публикам проводят эти условия, когда медицинская деятельность придется при завершенном ремонте. Но такая ситуация, она во всей стране. Действительно, как сказала Елена Дмитриевна, уже запасных больниц новых никто не предоставил, чтобы на время ремонта туда переехали. Но 25 лет не проводилось ремонта, просьба отнестись к вниманию осталась уже пока немного. По дефициту заботных кадров, сдерживая на сегодняшний день, есть вакансии, есть предложения от специалистов. Устраивают зарплату, устраивают подъемные, на сегодня они устраивают отсутствие жилья. Но эту проблему тоже решаем. И с администрацией района мы впервые в истории района заключили договор о том, чтобы доклады целеряка в медицинской опередине. Сейчас у нас 7 целеряков, трое улучшают ежемесячную докладу, 3,6,6 рублей. Это гарантия того, что они не вернутся к нам в район. Четыре человека отказались от этой доплаты, то есть они возвращаются в район не собираются. А по жилью администрация района имеет договор с Кирской региональной политической корпорацией, в банках которого строятся четыре дома, служебное жилье, в котором четыре квартира зарезервированы для обучения здравоохранения. Всего восемь квартир, поэтому четыре отдаются здравоохранению. Это говорит о том, что и район думает о здравоохранении. Проблемы, которые сегодня уже были коллегами озвучены, это автотранспорт. Ответ получен нам. Два автомобиля зарезервированы на следующий год по программе предприятия автотранспортной женской и женской скорой помощи. По медицинскому оборудованию, что же ответ был, по мере возможности оборудования не было оставляться. Не оказывается. И семь человек, которые поступили по целевому набору, по отдельному конкурсу, трое из них, четверто, не хотят возвращаться. Понимаете? То есть мы насильственно сослать кого-то в какой-то район точно не можем. Мы можем создавать только условия, это нарушение конституции. Но могу сказать, что выход найден. И, соответственно, в том числе и по нашему предложению правительством Российской Федерации прорабатываются механизмы изменения целевого набора, когда выпускник Медакадемии нарушен условия целевой подготовки и будет возмещать всю стоимость своего обучения. Потому что это неправильно, когда он поступает без конкурса после его набора и идет работа туда, где на него расширены. Соответственно, тогда мы сможем что-то изменить. При этом я хочу, чтобы все с пониманием относились к тем проблемам, которые испытывают и системы здравоохранения, и медицинские работники, и мы с таким же пониманием относимся к проблемам, которые испытываются. Вот я хотел бы начать с тех вопросов, которые отступили от ветеранов и инвалидов в письменном виде. Они, в принципе, типичные, основываются на газетах и публикациях. Ну и в порядке. Перенатальный центр. Его судьба, ущерб, кто виноват, кто понят наказание. Перенатальный центр действительно это такая наша областная трагедия. Причем хочу сказать, что ни у кого нет никакого стимула скрывать виновных, кто это допустил. Могу сказать, что сейчас следствие, которое активно проводится, пришло к выводу, что виновником стирола стал производитель наливных полов. Не было нарушено ни технологии укладки, ни производство строительных работ. То есть были проведены следственные эксперименты, которые показали, что это чисто вина забота производителя. И сейчас это уголовное дело расследуется по месту нахождения завода-производителя в Екатеринбурге. И, соответственно, все те работы, которые пришлось подрядчику нести в рамках гарантийных обязательств, они в прекрасных порядках и будут выставлены в этом заботе. Могу сказать, что вчера состоялось заседание рабочей группы, в соответствии с которым было зафиксировано, что в настоящее время есть возможность по этапу ввода в эксплуатацию перинатального центра, конкретно 8, 7, 6, 5 и 4 этажей и приемного оптального центра. Там заменены все полы, которые были с точки зрения стирола, сделала дополнительная вентиляция и все последние замеры показывают отсутствие, вернее, концентрацию стирола предельно допустимой концентрации. То есть в соответствии с санэпикновыми, и это подтвердил вчера рот подтвержден. То есть в ближайшее время у нас в планах запустить работу перинатального центра и елокопринтарных. Теперь по вопросу улучшения лекарственных обеспечений и болезни. Друзья, я не знаю, может быть, мы очень быстро забываем то, что получается хорошее, но могу сказать, что сейчас ситуация с лекарственным обеспечением отличается с ситуацией 2008 и 2009 года, как небо и земля. В связи с чем? Могу сказать, что сейчас вы видите, что у нас 0,7% необеспеченных лиц. Были годы, когда у нас были десятками процентов необеспеченных лиц. Почему они были? Были они потому, что каждый хочет выбирать что, то есть либо 500 рублей себе в карман, каждый месяц, либо бесплатные лекарства. И многие выбрали эти 500 рублей, несмотря на то, что они в этих лекарствах нуждаются. И в системе остались самые дорогостоящие пациенты. Могу сказать, что все деньги, вернее, не все деньги, так скажу, 60-70% всех средств, которые выделялись на лекарственное обеспечение, съедало всего 3% в год. Ввиду того, что это были самые тяжелые онкологические препараты, стоимость которых 100 тысяч рублей в месяц. И соответственно, на всех остальных тех денег, которые выделялись на эту работу федерального бюджета, не хватало. Проект в области с 2010 года пошло навстречу. И всю онкологическую патологию включила в целевую программу, стала отдельно финансирована. То есть вся эта армия дорогостоящих пациентов из системы льготного лекарственного обеспечения просто ушла. И количество препаратов, которые мы смогли покупать для льготников неонкологического профиля, увеличилось в 2-3 раза. Единственное, коллеги, вот следующий вопрос тоже, да, по перечню. Перечень утверждается в федеральном министерстве. И коллеги, вернее, друзья, он основывается на стандартах медицинской помощи. То есть на тех препаратах, чья эффективность доказана. И доказано исследование. Не просто кто-то где-то сказал, где-то кто-то увидел какую-то рекламу. У нас есть обращение, дайте нам бесплатно чернику, Форд ее так красиво рекламирует. Есть медицинская доказательная база, в соответствии с которой препарат не пойдет ни в какой список, пока его эффективность реально не будет доказана. Утверждается в федеральном министерстве. Дальше, выписывайте инвалидам лекарства нормальные, эффективные, а не самые плохие, дешевые. Тут я тоже вынужден сказать, что понятие дешевые и дорогие лекарства, это следствие рекламной политики медицинских фирм. Когда они с пеной вот так всем доказывают, причем убеждают, что оригинальный препарат, который стоит в три раза дороже, он почему-то действует лучше, хотя содержит то же самое действующее вещество. Вот у нас Лена Дмитриевна, клинический фармаколог, она может об этом более подробно рассказать. Но вот у нас вот долго возникает вопрос по поводу метформинга. Что вот глюкофаж там действует хорошо, весь остальной метформин не действует. Знаете, даже не буду доказывать, что я принимаю метформин в любых его формах. Действует абсолютно одинаково. Я по своему заболеванию принимаю. И поэтому все доказательства того, что вот это эффективнее, это неэффективно, это не более чем реклама фармкомпании. Не более того. У нас ни один препарат на территории Российской Федерации не будет зарегистрирован без доказательной базы, без того, что он содержит действительно нормальные действующие вещества. К сожалению, у нас многие медицинские работники работают на основании каких-то реклам медкомпаний. Более того, могу сказать, есть профессора, которые читают платные лекции, вернее читали раньше, пока не было федерального закона, которые спонсировались определенными фармкомпаниями. И доказывали, что вот этот препарат, который в три раза дороже, он лучше. Дальше. Убросить процедуру выписки бесплатных лекарств. Лекарства выписывать хотя бы на два месяца. Здесь мы тоже ограничены федеральной нормативной базой, которая гласит, что у нас препараты все выписываются в объеме не более чем месячной потребности, за исключением лиц пенсионного возраста, которые имеют хронические заболевания. И определенная постоянное лечение без изменения дозировки. Вот тут позволяется выписывать рецепты на три месяца. И мы настаиваем, чтобы все медицинские работники этим пользовались. Другого тут не дано. Есть федеральные законы, есть проверяющие организации. Месяц, либо при стандартном лечении это три месяца. Но с другой стороны я хочу сказать, что я, например, очень против выписки препаратов на три месяца. Потому что человек, страдающий хроническими заболеваниями, он все-таки должен наблюдаться у врача, а не заниматься самолечением. Это первый вопрос. Второй, к сожалению, я вынужден констатировать, что у нас нередки случаи, когда у нас пациенты набирают, мне кажется, впрок под различными предлогами. Сколько у нас в Слободском было замечено за полгода выписано? Более 100 упаковок препаратов. На это не надо, надо набрать. Дальше прокомментируйте статью «Миллион на премию». Главный врач детской поликлиники назначил премию. Да, действительно, я вынужден констатировать, что мы столкнулись с тем, что главный врач нарушит все законы, в соответствии с которыми он никаких премий сам себе назначать не может. Это только удел департамента здравоохранения сам себе выплатил незаконные премии. С этим сейчас разбираются и правоохранительные органы, главврач освобождена от занимаемой должности и таких работников в системе здравоохранения не будет. Потому что мы постоянно увеличиваем заработную плату и мы хотим, чтобы эти деньги доходили до рядовых медицинских работников, которые медицинскую помощь оказывали. Они просто оставались на уровне администрации. Я не хочу сказать, что этим занимаются абсолютно все учреждения, но, к сожалению, мы столкнулись с факторами зимопотребления. Сейчас еще раз все учреждения будут проверены и те учреждения, где выявили еще раз зимопотребления, тоже будут подвергнуты жесточайшей релизе. Никаких зимопотреблений на этом фоне быть не должно. Судьба скорой помощи белой хаммуниции. Скорая помощь белой хаммуниции была, есть и была. Более того, мы сейчас найдем возможность передать хорошие сохранные машины из городской станции скорой медицинской помощи для укрепления бело-хаммуниции станции скорой медицинской помощи. Единственное, я тоже хотел бы вам сказать, что я встречаюсь с работниками скорой медицинской помощи. У них основная жалоба на то, что примерно 40% вызовов скорой медицинской помощи абсолютно необоснованных. И я столкнулся даже с такими фактами, когда скорую медицинскую помощь вызывает первое, померить температуру. Второе, сделать какой-то укольчик. Самое просто страшное, с чем я столкнулся, затопить печень. Вы понимаете, нам это кажется смешным, но под любыми предлогами скорую вызывает. При этом никто не думает, что во время того, что скорая обслуживает так называемый ложный вызов, у других людей может случиться инфаркт, инсульт, какое-то острое заболевание. Мы об этом не думаем, мы к этому относимся очень так потребительски. Вот есть скорая, почему-то не позвонит, приедет, что-нибудь сделает. Подумайте о согражданах. Далее. Отношения медицинских работников, в том числе врачей, за последние годы резко меняются к худшему заявлению голословному на отрицательное это кто-то будет. Тут я скажу тоже, что да, это заявление не голословное. Действительно, мы столкнемся с фактами, когда наши медицинские работники, к сожалению, не соблюдают правила этики идиотологии. Ну, просто грубят. Но хочу сказать и обратно. Факты, когда грубят сами пациенты, встречаются нисколько не речь, а иногда даже чаще. И мы к медицинским работникам, как к сфере потребительских услуг точно относиться не должны. Вы поймите, они делают тяжелую работу, они спасают жизнь. И если мы вот этот конфликт далее будем усугублять, мне нагрубили давайте я тоже нагрублю, либо напишу какую-то анонимку на кого-то, мы ни к чему хорошему не придем. Я могу сказать, что у меня доступна электронная почта, меня можно найти, мне можно написать. Могу сказать, что 95% всех обращений это анонимные жалобы на кого-то. Просто анонимные. Понимаете, у нас не 37-й год. Когда мы хотим найти правду, добиться справедливости, а самое главное построить нормальную функционирующую систему, мы первым не должны друг друг друга стесняться, мы должны друг друга слышать, мы должны быть объективны друг другу. Не просто кого-то в чем-то обвинять. Вот по той же ситуации со скорой помощью тоже написано. Понимаете, первая статья вышла, что скорая приехала через час двадцать. Следующая статья через час тридцать. В третьей статье через два часа. Мы разобрались, да, действительно там вина фельдшера есть. Вызов поступил в две диспетчерские. Одна в Мурыгинской диспетчерской, это Юрианский район, вторая в Орловской. ДТП произошло где-то между ними. И выехала сначала Мурыгинская скорая, следом за ней выехала Орловская. Вот фельдшер Мурыгина был неправ в том, что он получил информацию, что едет Орловская скорая и не убедился в том, что она приехала. Только в этом он был неправ. По большому счету разница между прибытиями двух скорой помощи составила бы не больше десяти минут. Но Орловская скорая приехала по всем документам, которые есть, которые, я думаю, точно никто не подделывал, через тридцать девять минут. Через тридцать девять минут с момента поступления первого вызова. Но при этом у у нас никто не хочет написать, что какова-то была тяжесть травм. Какие шансы у человека, когда его сбивает едущий на полной скорости машины, девяносто-сто километров в час. Никто про это слышать не хочет. Все хотят обвинить только медицинских работников. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Да, фельдшер нарушил инструкцию. Да, он не убедился, что вторая скорая подвига. Да, он за это будет уволен. Но сваливать все абсолютно на медицинских работников, это тоже неправильно. Вы поймите, они тоже люди, у них очень тяжелая работа. на работе в нетрезвом состоянии. В таком же состоянии ездить за рулем своей машины по городу. Вы знаете, честно, мне боль над этим вопросом. Не потому что я хочу кого-то защитить, а потому что вот эти вопросы, если это действительно подтверждается, надо решать на уровне главного врача. Вы заметили человека в нетрезвом состоянии, вам что, тяжело дойти до главного врача и об этом сообщить, и он это дело заактирует? Главный врач и увидит. Что? Главный врач и увидит, как мы главный врач, а заведующий отделение. Еще раз говорю, есть администрация, есть главный врач, есть его заместитель. Если это действительно так, то это у человека не должно быть на работе. Но если это клевета, то, соответственно, для этого точно не получится. Игорь Федорович, вы можете как-то прокомментировать? Неоднократно на встречах с населением я просил, если возникает какой-то вопрос, если возникает какой-то вопрос, который можно решить на нашем уровне, зачем ждать председателя ЗАГС собрания, писать президенту, придите к нам. Это будет, поверьте, быстрее, оперативнее и результат он будет гарантирован. У нас нет задачи скрывать какие-либо факты, если это скроется. Я всегда говорю, мы готовы помочь, если вопрос есть. Если бы, допустим, вот этот случай был сразу же обращение, мы комиссионно, взяв комиссию психиатра, нарколога, вышли бы в этот кабинет, освидетельствовали, написали бак и там дальше по трудовому кодексу. К чему ждать, пока приедет первый заместитель губернатора? Это что, уровень решения вопросов? Давайте губернатора подождем. Я к проблеме алкоголизации отношусь очень жёстко. Никому не позволю на рабочем месте быть не трезвым не трезвым. У нас уже некоторые главврачи пострадают за это. Никаких поблазов за нахождение в детезном виде на рабочем месте быть точно не должны. Но это надо решать в нормальном конструктивном русле. Не писать где-то в газету, не действительно писать президенту, а просто подойти к главврачу и сказать, что главный врач, у тебя доктор пьяный. Я уже думал, главный врач точно на это отреагирую. Либо другие обращения. Вот вы понимаете, у нас года три назад были повальные обращения, вонкодиспансеры берут деньги. Дайте мне фамилию и отчество. Нет, ну вы что, нам не верите, что вонкодиспансеры берут деньги? Я говорю, ну что, я должен собрать 900 человек вонкодиспансеры и сказать, вы все берете деньги. Что стрелять ушки по воробьям? Новый главный врач пришел, написал каждую историю болезни и подросткости. Вот мой телефон, вот мой кабинет, если с вас что-то требуют, подойдите скажите. Пришли, говорят, с меня требуют деньги. Кто? Не скажу. Кто? Не скажу. Ну как можно эту проблему решить, если у нас люди не хотят говорить, кто с них требует деньги? Пока будет такое молчание, ну, соответственно, мы будем находиться на том же уровне. Мы готовы написать в газету, в президенту, в ГАГский трибунал, куда угодно. Но мы против того, чтобы сказать конкретику раз, два, три, вот этот человек взял с нас деньги, он виноват, значит, он подлежит нам определенным наказаниям. Уголовным, еще таким. Давайте все в одном русле подвигаться. Еще раз говорю, у нас нет задачи от вас что-то скрывать. Мы вот здесь, мы рядом, и от вас не прячемся. Мы специально к вам приезжаем поговорить с вами, рассказать, услышать. Мы общаемся и с медиками, и с пациентами, и со всеми. Мы открыты абсолютно. Нам скрывать точно нечего. И задача у нас одна, чтобы люди выбирали. Все. А другие задачи точно нечего. Закройте, пожалуйста. Может быть, я еще поговорю? Да, пожалуйста. Дорогие друзья, вы знаете, мое самое большое желание, чтобы мы все с вами были здоровы. А те, кто так или иначе имеет заболевания, испытывали минимальные проблемы, связанные со своей болезнью. На это и нацелена система здравоохранения. Вот Дмитрий Александрович, отвечая на вопросы по тому же самому льготному лекарственному обеспечению, поднимал очень важные проблемы. Я вижу, что вы их тоже ощущаете, ну, что называется, собственной кожей. Да? Когда прийти за рецептом, это проблема, потому что надо долго стоять в очереди. Потом еще проблема, добавить этот рецепт в аптеке, потому что лекарство не сразу будет выдано. Далее сдать тот же самый анализ для того, чтобы проконтролировать эффективность лечения. Действительно, вот эти вопросы для меня понятны. Вы сегодня услышали, например, о том, что, да, действительно, людям пенсионного возраста это дано право получать лекарственные препараты в размере трехмесячной потребности. Если заболевание стабильно протекает, то это право, конечно, надо реализовать. Второй момент. Это, конечно, по вопросу организации работы поликлина. Ни для кого не секрет, я часто бываю в районах. С 8 до 10 утра, особенно даже в преддверии 8 утра, в районе регистратуры, столботворения, люди все хотят попасть на прием, потому что у нас еще и так транспорт приходит из отдаленных населенных пунктов. Люди приезжают, и они очень хотят получить медицинскую услугу до 12 часов, дабы обратно с этим же автобусом вернуться домой. И это проблема. Во второй половине дня после 4 часов в поликлиниках, как правило, никого не найдешь. Хотя я реально понимаю, что к тому же самому пациенту, проживающему в белой полунице, легко и удобно прийти выписать этот рецепт без столботворения во второй половине дня. И это вопрос организации работы. Далее вот в этом году мы внедрили программу дополнительной диспансеризации работающих граждан, граждан от 18 до 60 лет. С какой целью? Коротко. В скрининговом режиме постараться выявить наиболее социально значимое заболевание. Какие? Ожирение, артериальная гипертония, сахарный диабет, онкопатология. Причем мы старались минимизировать затраты пациента. То есть вход через смотровой кабинет мужской и женский, выдачи направления на лабораторные инструментальные методы исследования. Желательно, чтобы в этом кабинете вам уже сказали, да, то и время посещения участкового терапевта или врача общей практики. Мы видим, что ситуация не везде однозначна. Если есть районы, которые там большое количество пациентов подвергли этой диспансеризации, есть районы, которые не хотят организовать диспансеризацию и даже 100-150 человек. Но каждый гражданин должен быть заинтересован с тем, чтобы прийти на эту диспансеризацию. С любой проблемой пришли в поликлинику, раз в два года не забудьте зайти в смотровой кабинет. И это должно быть правилом жизни. Второй момент, с чем я столкнулась, позавчера разговаривая с начинетом областной клинической больницы, она мне рассказала такую историю. Иду, говорит я по больнице, и пожилая женщина, которая работает в гардеробе, останавливает Ирину Леонидовну и говорит, а вот что тут, о трудоспособных вы заботитесь, а о нас, о пожилых не заботитесь, почему же диспансеризация на нас не распространяется. К сожалению, это данность, что большинство людей старше 60 лет имеет либо одно, либо несколько хронических заболеваний. А раз они имеют хронические заболевания, они являются группой диспансерного учета и должны проходить диспансеризацию по индивидуальному графику. Это не осмотр уже один раз в год, а это осмотр в более частом режиме. И это надо, конечно, соблюдать. Вот недавно была в Кирово-Чепецке и задается мне вопрос, а должен ли доктор участково осматривать инвалидов в первой группе МОДОУ? Да, конечно же, должен. И не только доктор, но участковая медсестра должна регулярно приходить к такому пациенту и его потребности учитывать. Ведь ни одно письмо ушло в те же самые больницы, в которых мы просили максимально организовать даже логистику по выписке рецептов. Если пациент не мобильный, то доктор должен выписать ему рецепт, а медицинская сестра или фейшер или акушер АФАПа, должны максимально оказать содействие по доставке этого лекарственного препарата. Следующий момент. Конечно, Игорь Федорович должен в регулярном режиме организовать встречи с ветеранскими организациями и организациями инвалидов для того, чтобы услышать их пожелания именно по организации работы. В одной из больниц я, например, видела в холле висит ящик для жалоб и предложений. То есть мало жалоб, да, а еще отмечая, что что-то у нас плохо работает, давайте свои предложения не обязательно будут услышаны. Летом вот я была в Амутнинске и тоже увидела эти очереди и предложила главному врачу проанализировать работу в поликлинике, когда в течение недели две девочки, которые проходили практику, они просто анкетировали входящих в поликлинику пациентов, кто с какой целью в какое время посещает поликлинику. И действительно были сделаны очень хорошие выводы, как нам лучше организовать эту работу. Тут ведь вопрос и к администрации еще района сразу же возникает, и этот я вопрос не стесняюсь озвучивать, то же самое транспортное сопровождение, да, когда одномоментно из разных населенных пунктов приходят автобусы, больница не всегда может перевалить это количество пациентов в дискретный временной промежуток. Следующий момент, тот же самый забор анализов, да, то есть организация, как правило, в любых лечебных учреждениях до 10 часов. Правильно ли это? Я не знаю. То есть сейчас современные системы доставки проб в лабораторию, а это специальные пробирки позволяют эти пробы доставлять гораздо больше временные промежутки. Если есть необходимость, можно эту работу пролонгировать, например, до 12 часов, и тогда уже в 7-8 утра не будет такой очереди, потому что люди имеют разную физиологию. В 7-8 утра есть смысл сдавать некие анализы, например, анализ крови на сахар, потому что долго голодать нельзя, общий анализ крови, остальные анализы можно сдать в другие временные промежутки. Та же самая диагностические службы, ЭКГ-исследования, весь период работы поликлиники, флюорография, рентгеновское исследование. Ну и, конечно, вот с медицинскими работниками мы обсуждали, и здесь присутствует главный врач Слободской Центральной районной больницы Андрей Венилин-Черняев. Слободская Центральная районная больница для вас это межрайонный центр, который имеет возможности проводить все современные исследования. И рентгеновские, и эндоскопические, и ультразвуковые, включая доплеровское исследование сосудов, и компьютерную томографию, и самое главное, лечебное учреждение, часть услуг может предоставлять до позднего вечера. То есть здесь грамотная логистика пациентов. То есть я бы очень хотела, уважаемые друзья, чтобы свои предложения по улучшению работы поликлиники вы обязательно направляли в администрацию. Я думаю, что администрация вас услышит, потому что она также заинтересована в том, чтобы население стало здоровым. В отношении льготного лекарственного обеспечения еще бы хотелось добавить, я сегодня обязательно буду говорить с Игорем Федоровичем, поскольку были нарекания по лекарственному обеспечению населения Белых и Миницкого района, я хочу сказать, вот подтвердить слова Дмитрия Александровича, из 100% людей, имеющих право на федеральную работу, то есть имеющих группу инвалидности или являющихся ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, до 1 января 2012 года оставили за собой это право только 14%. А что такое 14%? Получив оставшиеся, получается, 86%, получив денежную компенсацию, они, как показывает практика, не всегда эти деньги тратят на свое здоровье. И это тоже в данность. Либо приходят в региональную льготу. Да, региональная льгота это обязательство областного бюджета. Но я бы хотела, как бы, озвучить тоже порядок цифр. Если по федеральной льготе объем федерального обеспечения составляет порядка 900 рублей на человека в месяц, но это расчетная сумма, да, сколько денег положено на область в зависимости от количества льготников, то в региональной льготе денег всего 1000 рублей на человека в год. То есть это десятикратная разница. И отказавшись от своей возможности бесплатно получать лекарства и придя в другую льготу, мы тем самым как бы себя загоняем в угол. Ну и еще, конечно, вопрос планирования. Действительно, вопрос планирования закупки. Вот когда, говорят, департамент здравоохранения купил нам не то, что мы заявляли, мы, составляя заявку, закупаем лекарственные препараты раз в полгода, обязательно спрашиваем мнение каждого лечебного учреждения. То есть в зависимости от тех пациентов, от специфики их заболеваний, мы запрашиваем потребность. И я вот хочу сказать, что как раз анализ по белоколумницкой ЦРБ показывает, что эта заявка составляется не очень качественно. И если заявляется, ну, например, одного препарата 30 упаковок, выписывается его 180, мы реально понимаем, что мы создаем ситуацию дефицита. А другого заявленного препарата 50 упаковок и не выписано ни одной, это говорит о том, что, ну, наверное, подвергшись влиянию фармкомпании, доктора приняли решение, что давайте мы попробуем, а потом оставили пациента на том препарате, который он и ранее получал. В отношении, опять же, побочных эффектов, неэффективности, я вот внимательно прочитала, опять же, статью про глюкофаж и одиссею диабетика, автор здесь сегодня присутствует, ну, действительно, лекарственная терапия, она не может протекать безобидно для пациента. Вот есть очень хорошее выражение, если у лекарства нет побочного эффекта, а если у него какой-либо эффект вообще, да, не имел ли это. Так вот, часть лекарственных препаратов действительно имеет указанные побочные эффекты и есть еще индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов. Мы закупаем лекарственные препараты по международным непатентованным наименованиям. Ну, например, вот в части аналоприла в Российской Федерации порядка 100 торговых наименований в разных дозировках зарегистрировано, поэтому, покупая лекарственный препарат, мы лишь указываем международное непатентованное наименование, дозу и количество единиц препарата в упаковке. Какое торговое наименование нам поставят, мы не знаем. Если у пациента сложилась ситуация непереносимость лекарственного препарата, неэффективность лекарственного препарата, развитие побочных эффектов, решением врачебной комиссии оформляется соответствующий документ и пациенту назначается препарат по конкретному торговому наименованию. И поверьте мне, у нас такая практика существует, и мы по конкретным торговым наименованиям обеспечиваем наших пациентов необходимыми лекарственными средствами. Еще один момент тоже, который мне хотелось бы сказать, не дотягивайте, пожалуйста, уважаемые льготники, до последней таблетки. То есть примерно за неделю до окончания вот того лекарственного препарата, который есть на руках, надо прийти в поликлинику и выписать рецепт на очередной объем лекарственного препарата. Вот если вам незаконно отказали в выписке, обращайтесь, пожалуйста, к дежурному администратору. Нигде не установлено никаким нормативным актом, да, в размере месячной потребности, но нигде не написано, что день в день должны выписываться рецепты. Особенно если предстоят праздничные, выходные дни, не надо с этим затягивать. Так, пожалуйста, вопрос. Александр Ильич, под Вашим внутренним руководством, когда Вы работали главой департамента, официальных данных было написано, что было сокращено свыше двух тысяч по ЭКМЕС в больницах. Дальше. Закрыто было 7 медицинских пунктов. 39 вообще учреждений медицины было подкрыто. 19 поликлиник были присоединены к другим поликлиникам. У меня напрашивается вопрос, чем это вызвало? Что у нас положительность жизни больше стала? Или здоровьем населения стало? Или улучшилось, значит, обеспечение нас работниками здравоохранения? В чем дело? Вы объясните все. Давайте я обещаю. Во-первых, Вы мне сейчас цитируете речь представителя Компартии, которая обычно что-то говорит, не знает о чем. Я хочу сказать первое. То, что касается закрытия поликлиник, ни одна поликлиника закрыта никогда не была и не будет. Был процесс реорганизации. Когда больницы сливались в единое юридическое лицо. Это не дело, когда на территории одного района существует 9 независимых друг от друга структурных подразделений амбулатории. Мы их объединили в одно юридическое лицо с одним главным врачом, с одним административно-хозяйственным персоналом. Кто недоволен? Недовольно 8 бывших главных врачей, 8 бывших главных бухгалтеров, 8 бывших главных систем. Они не были ликвидированы, они были объединены в одно юридическое лицо. Что произошло на территории Белослужинского района? В каком районе? Мы даже раньше это сделали. Это правильно. На территории района должен быть ответственный один за здоровье населения района. Второе. То, что касается обвинения фельдшеско-кушерских пунктов. Это опять-таки волна пошла от заявления главы Шабалинского района, что его заставляют закрывать фельдшеско-кушерские пункты опять в период выборов. Понимаете? У нас в период выборов всегда что-то обостряется. Но он при этом умалчивал, что эти фельдшеско-кушерские пункты были закрыты просто на бумаге. Там 15 лет никто не работал. 15 лет? Они существовали на бумаге? Да. Но он был закрыт на клюшку. Мы привели, так скажем, бумагу в соответствии к реальному функционирующей системе. То есть никто фельдшеско-кушерские пункты и поликлиники закрывать никогда не собирается. Это первый контакт с пациентом. Второе, то, что касается коина. Понимаете, мы всю жизнь, всю жизнь занимали первое место в Российской Федерации по числу круглосуточных коек. Была стратегия в области, что количество коек перейдет когда-нибудь в качественное лечение. При этом все почему-то молчат, что также первое место мы занимали по смертности населения. Койки не лечат. Могу объяснить почему. Потому что многие из вас, находящиеся здесь, имеют хронические пожизненные заболевания. Артериальная гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и все, что с этим связано. Так вот, койка, койка, это пережиток советской системы здравоохранения. Когда основная система медицинской помощи была ориентирована на оказание помощи при инфекционных заболеваниях. Холера, сальмонеллез, неймония, все что угодно. Действительно, человека положил на койку, его вылечил и он забыл об этом заболеваниях. Тема медицинской помощи была ориентирована на оказание помощи при инфекционных заболеваниях. Холера, сальмонеллез, неймония, все что угодно. Действительно, человека положил на койку, его вылечил и он забыл об этом заболеваниях. Продолжение следует...